Спасибо большое, спасибо большое, приветствую я вас. Спасибо, что так встретили. И я сразу передаю слово основателю нашей партии, члену парламента Грузии, Давида Бердзенишвили, который здесь вместе с нами. Приехал у нас председатель партии Хатуна, сам нидже, она с нами сегодня. Ми приехали, чтобы поддержать кандидата Ашота Сааряна на этом выборе, которого мы знаем, что даме лучший кандидат, что-нибудь представим в этом районе. Гамар Джобат, могу салон мебит. Приветствуем вас. Три с половиной года тому назад мы были здесь, Бая была здесь, я был, несколько наших представителей, и мы основали Ахалкалакскую организацию Республиканской партии. С тех пор Республиканская партия Вахалкалаки, Минутсминда, представлена на местных выборах в 2014 году. Республиканская партия в составе коалиции Грузинская мечта защитила своих кандидатов, и мы представили в парламенте только тех, которых считали нужными. Поэтому самая мощная, самая квалифицированная, самая трудоспособная партия из тогдашних субъектов Коалиции Грузинская мечта, это немалочисленная фракция республиканцев во главе с Ашотом Саарянов. А счет наш председатель здесь, в Ахалкалаке, а счет председателя как партийной организации, так и нашей фракции. Поэтому мы надеемся, мы уверены, что в Ахалкалаке и в Нинутсминда, в Джавахете, как Республиканская партия Грузии получат мандат, и ваши голоса будут отданы за Ашота Саарянов. Это номер 6. Никогда из политической истории Грузии 6 номер не выигрывал в выборе. Не было особых результатов ни у одной политической партии, которая выступала под этим номером. Республиканская партия Грузии, это первая партия в Грузии, она основана в 78-м году. Она первая партия по многим параметрам. Она будет первой партией в Грузии, которая по числам 6 выиграет выборы у вас здесь, у нас здесь, в Ахалкалаке и Нинутсминда. У нас есть что сказать нашим избирателям. Три с половиной года тому назад от имени Республиканской партии несколько сот наших граждан в Джавахете, здесь, в Ахалкалаке, услышали от меня, что Республиканская партия будет стараться, чтобы убедить наших партнеров и конкурентов в парламенте, что необходимо ратифицировать харчу о языках. Нинешняя Республиканская партия в своей программе записала, и мы это открыто говорим, открыто мы по всей Грузии выступаем, что те обязательства, которые были приняты Грузии, когда Грузия входила в Совет Европы в 99-м году, эти обязательства будут выполнены, и харчу языков национальных меньшинств по нашей инициативе, я надеюсь, будет ратифицировано в парламенте, которое избирается через месяц 8 октября. Республиканская партия считает, что с одной стороны статус государственного языка, статус грузинского языка на территории всего государства, естественно, этот статус должен быть мощным, серьезным, и государство и местные власти обязаны помогать, особенно нашей молодежи и всем гражданам в освоении государства, государственного языка. С другой стороны, армянский язык здесь, в Джавахетии, получит те же возможности, которые имеют, по большей части эти возможности у вас и так есть, но часть этих возможностей пока у армянского языка здесь не было, и грузинская республиканская партия будет инициатором, чтобы хартия языков национальных меньшинств была ратифицирована парламентом Грузии. Это я заявляю от имени республиканской партии. Ашот учился в Кутаисе, не только в Ахалкалаке. Мы его считаем своим, родным. Грузинская республиканская партия в 78-м году в подполье в советское время, когда образовалось, с сих пор мы всех граждан Грузии, независимо от национальности, от пола, считаем и так далее, всех разных граждан Грузии мы считаем равными, и равными не только перед законом, равными и на практике. И когда Ашот будет представлять Чавахет в парламенте Грузии, он будет представлять и республиканскую партию в грузинском парламенте, и будет представлять республиканскую партию, и мандат депутата у него будет от вас и для вас, и для своей страны, и для своего муниципалитета, и для своего города Ахалкалаки, своего района, своего муниципалитета Ахалкалакского, своего избирательного округа Ахалкалакского и Нинодсминского, и всей Грузии, потому что мандат бажоритарного депутата, это мандат на депутатство про всей Грузии. Я надеюсь, что впервые представители рианды оппозиционных сил, в данном случае демократической оппозиционной партии, то есть республиканской партии Грузии, впервые кандидат этой партии получит ваш мандат, и он будет самым ярким депутатом от этого региона в парламенте Грузии. Я думаю, что мы победим вместе, мы победим за счет тех граждан, которые будут голосовать за своего кандидата и за республиканскую партию. Я сейчас представляю слово Хатунэ Самнидзе, она председатель республиканской партии, мы с ней вместе приехали из Батуми, мы баллотируемся в Батуми, она в парламенте Грузии, как Ашот, так и она является бажоритарным кандидатом в парламент Грузии, а я исчерпал свои возможности быть членом парламента и буду баллотироваться в Аджиатский Верховный Совет. Хатунэ. Приветствую вас всех, надеюсь мой голос слышен. Я очень благодарю всех вас за то, что пришли поддержать Ашота, поддержать республиканскую партию. Я знаю, много вы знаете о нас, мы не раз приезжали, встречались, беседовали. Я знаю, как вы поддерживаете нашу партию и особенно Ашота. Я председатель партии, как говорят у нас в партии новое поколение республиканцев. Я новое поколение республиканцев, так же, как и Ашот. Поэтому у меня особенная ответственность и особенно хочу вас всех еще раз попросить, поддержать новое поколение республиканцев для того, чтобы поддержать эту партию, и поддержать нашу страну, и поддержать ваш регион. Потому что это ваш выбор, ваше будущее, и будущее нашей страны. Я уверена, что ваш выбор докажет всем, и только здесь, вашим соотечественникам в этом регионе, и в этом районе, а также всей Грузии, что выбор за вами, и надо преодолеть, освободиться от тех стереотипов, когда нам заставляют делать выбор, или заставляют выбирать тех, кого они считают, что они должны быть в парламенте Грузии. Я уверена, что мы все вместе с вами, вся Грузия освободится от этих стереотипов, что выбор не за вами, а за другими, за кем-то, которые без нас принимают решение. Я знаю прекрасно, и вы знаете, как принимались решения, как хотят принимать решения, когда дело идет о выборах, о выборах в регионе, в таких регионах, как есть Ахал-Калак и в таком городе Ниноцминда. Я уверена, что Ашот и ваш выбор преодолеют все эти стереотипы. Мы получим очень квалифицированного, очень профессионального, молодого человека в парламенте, который будет представлять всю Грузию, вас всех, нас, новое проколение. И будущее Грузии в парламенте. Я приветствую Ашота, я уверена, что Ашот победит. Вместе с нами, вместе с вами мы получим очень, очень хорошего депутата в парламенте. Я приветствую Ашота, и надеюсь, очень надеюсь на победу. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Дорогой, что организовал такую встречу. И дал нам возможность встретиться с вашими друзьями, людьми, которые собираются быть активными, которые собираются быть активными в этих выборах и проголосовать за будущее этого района, этого региона, нашей страны, нашей Родины. Спасибо, что ты решил активно вступить в грузинскую политику, потому что ты уже активно занимаешься политикой здесь, в Ахалкалаке, в Чавахете. Но ты решил вступить в общую грузинскую, в общенациональную политику. И это нужно для Грузии, это нужно для Джавахете, это нужно для Ахалкалаке, для Ниноцминда. Нам нужны активные люди из этого региона, которые будут в парламенте не только сидеть и нажимать кнопки, но и выступать очень часто, выступать о проблемах, о ваших проблемах. Нам нужны люди в парламенте, которые будут избраны из этого региона, но будут думать о Грузии. И они активно будут выступать о проблемах Кутаи, Тбилиси, Батуми, Кахеты и так далее. Мы таких людей ждем в парламенте, которые будут очень глубоко осознавать, что без сильного грузинского государства не будет процветающего Ахалкалаке, Чавахете или ни одного деревня. Поэтому нам надо строить эффективное государство, в этом должны участвовать представители всех народов, всех уголков, всех регионов. И я, познакомившись с Ашотом, я вижу, что он такой человек. Он масштабно смотрит на проблемы, он смотрит на проблемы по-государственному. У вас были представители, и сейчас есть представители в грузинском парламенте. Хорошие они люди. Я не буду про них рассуждать. Вы лучше знаете своих представителей из Ахалкалаке. Господин Савет Петровсян вот 10 минут назад подошел ко мне, мы поздоровались, обнялись и так далее. У него отличное взаимоотношение и с господином Кояном и так далее. Но я бы пожелал, что этот регион, этот народ, вы были представлены в будущем парламенте более активными людьми. Людьми нового поколения, нового мышления. Потому что ничего не стоит на месте. Все движется. Мир движется. Геополитическая ситуация движется вокруг нас. Мы хотим, чтобы ваши представители были активно вовлечены в внешнеполитических вопросах Грузии. Потому что это тоже очень важные вещи и вопросы, которые касаются всех, которые живут в Грузии. Кроме того, нам нужно насчет парламента, чтобы мы вместе осуществляли те программные задачи, которые у нас есть в программе. И те обещания, которые не только идеи и теоретические обещания, как многие партии сейчас ходят и говорят, я сделаю там, не знаю, пенсию 500 лари. Другие говорят, не 600. Другие говорят, ты 600, давай. Мы знаем, что больше и лучше. Но они откуда берут эти деньги? Об этом никто не говорит. А у нас есть программы реалистичные и такие, которые мы уже сделали. Когда представитель Республиканской партии был министром обороны Грузии, она сделала многие хорошие вещи. Но один из них, она запретила ввоз для питания грузинской армии продуктов из-за рубежа. Тогда в Грузии столько овощей, и картофеля, и фруктов, и мяса, и все. Что происходило? 30-ти тысячная армия Грузии питалась на завезенные продукты. Почему? Потому что какие-то бизнесмены лоббировали это. Это выгодно кому-то, чтобы ввозиться оттуда. Это легче. Меньше риска. А на это шли бюджетные деньги. Потому что для армии все закупается за счет бюджета. А бюджет составляется от наших налогов. А если он составляется от наших налогов, почему нам не сделать то, что делает любое государство в мире? Америка, которая вот самая главная, самая такая сильная страна в мире. Даже когда американцы покупают билеты на проезд из Тбилиси в Америку, когда они грант дают, они там ставят условия. Мы платим, но платим только на американскую авиакомпанию. Деньги мы платим, но вы должны лететь только через американскую авиакомпанию. Почему? Потому что они говорят, что это бюджетные деньги. Мы этим помогаем грузинским, грузинским молодежь, которые едут туда на учебу. Но эти деньги должны возвращаться их компаниям, их экономикам. Мы, Грузия, чтобы больше экономику имеем или богаче, чтобы об этом не думать, конечно, должны думать. А это не так тяжело все это сделать. Поэтому мы обещаем, что везде, где государственные деньги будут утрачены, это будет на процветание нашей же экономики. Поэтому те вопросы, которые очень часто поднимаются и кажутся как бы нерешимыми, как поднять экономику местную. Их можно решать очень просто, если подойти правильно. Вот в таких программах нам уже на счет, чтобы мы это вместе сделали. И для Халкалак, и других регионов Грузии. Где народ будет чувствовать, что государство думает о них, и их труд достойно будет оплачен. У нас есть программы для развития регионов Грузии. Для того, чтобы уровень стандарта жизни во всей Грузии был одинаковым. В нашей программе очень важные вопросы насчет того, что каждая семья должна иметь постоянную питьевую воду. Грузии, где страна, которая может быть в большом регионе, не только в Кавказе, но еще и в Центральной Азии и так далее. Один из стран, у которого есть больше водных ресурсов, чем мы можем потреблять. А у нас сейчас есть регионы, где питьевая вода – проблема. Если нужно трубопроводом привезти нефть из Центральной Азии и тут, почему нельзя привезти питьевую воду из одного региона Грузии в другой регион, чтобы мы жили нормально, как это как бы полагается. Мы на это будем делать упор и нам нужны люди, которые имеют опыт сделать какие-то хорошие дела для своего народа, для своего страны. Есть многие вещи, о которых мы будем говорить еще в будущем, когда встретимся. Если у вас будет представитель такой энергичный, такой инициативный человек, многие вопросы будут решаться более правильно и быстрее, чем это делается сейчас. Я думаю, что за эти четыре года, если что-то было сделано, это то, что мы можем свободно голосовать. Что-то не вижу энтузиазма. Есть кто-нибудь, кто мешает здесь? Есть. Должны освободиться от этих. Если мы будем опять идти по поводу тем, которые, не знаю, по разным лазейкам, пытаются отняться от нас самое главное – свободу выбора. Это то же самое, что у нас в семью зашел кто-то, взял наше имущество и ушел. Наш голос, наш выбор же – такая же собственность наша. Давайте будем бороться за это. Давайте будем бороться, а то ничего хорошего не будет. Если они будут чувствовать, что это возможно, если мы опять как бы закроем глаза или, не знаю, пойдем в другую сторону, мне не надо хлопотать, тогда не будет будущего. Нет таких проблем, которые были, мы это знаем. Но остались какие-то вещи. Это не только у вас. Вчера я разъезжал по другим районам в Западной Грузии. Вот соседние районы. В одном заезжаешь, там как бы другая страна. Свобода. Люди так и улыбаются. Там есть дебаты. Ну как бы чувствуется, что как бы не боятся они. Перейдешь в другой район, там же, через мост. И немножко другая ситуация. Видишь, что люди немножко отворачиваются. То есть очень многое зависит сейчас от местных властей, от местной обстановки. Для нас, для республиканской партии, это мой самый важный месседж для вас. Самое важное, что я хочу вам сказать. Свобода человека. Самое главное. Потому что нет смысла в жизни. Даже если жить, не знаю, в больших замках, не знаю, иметь все, что можно только иметь. Но если не имеешь возможность сам решать, не знаю, что сделать, что мне нравится, с кем дружить, какое мнение иметь, как это высказать. Если этого нет, не стоит жить на этом свете. Поэтому мы будем бороться до конца. Да, есть хорошие результаты. Мы пошли вперед. Мы одолели очень-очень такие репрессивные режимы в прошлом. Но надо это докончить. И ваш вклад в этом очень большом национальном деле будет вот именно этот. Чтобы постоять очень-очень крепко. Мы будем стоять за вами. Вместе с вами. Рядом с вами. Будем делать все возможное. Просто скажите, если кто-то после сегодняшнего встречи, если кто-то как-то не так на вас посмотрит, пожалуйста, скажите. Для меня это вопрос чести. Не только гражданина Грузии, но и председателя парламента Грузии. И мы можем вас защитить. Мы это можем, потому что имеем достаточные рычаги для этого. Давайте сделаем выбор за свободу, за Ашота, за Республиканскую партию, за Халкалаки, за Ниноцмида, за Джавахет и за Грузию. За победу нашу. Спасибо большое. Извините за такое мое неправильное произношение, но я постараюсь сказать по-армянски. Мы обещали, обещаем, вы им изъезжали слово во время местных выборов. Не контролировав список Республиканской партии, не контролировали спецслужбы. Вот Ашот контролировал. Его друзья контролировали. Руководство Республиканской партии создавало этот список. Хатун подписывал наш список. И в нашей фракции республиканцы, ваши граждане, там ваш выбор, а не выбор спецслужб. Это раз. И второе. Спецслужбы нужны в стране. Но меньше спецслужб, больше политики. Это наш выбор, это наш свободный выбор, это ваш свободный выбор. Голосуйте дальше. Голосуйте, я нашелиш на наш Фрактофрн. Менг Амсу Октябрь инин, в Саввенбург, Ирарпетке, Шенара, Ворин. Лаве ленели.